Если 10 лет назад каждый белорус производил в год в среднем до 200 килограммов мусора, то сейчас все 300, а Мечанин и того больше до 500 килограммов. Но это полбеды. Проблема еще и в том, что сами отходы изменились. Мы проследили за судьбой мусора с момента его попадания в мусоровозную машину. Знаете ли вы, что срок разложения полиэтиленового пакета около 400 лет? Это значит, что почти каждый кусочек когда-либо произведенного пластика до сих пор существует. Выход один – переработка. В Минске сейчас установлено чуть более 13 тысяч контейнеров для разделенного сбора мусора. На сортировочной линии, куда свозят их содержимое, удается выбрать только 30% отходов, которым возможно дать вторую жизнь. Мусор для сортировки поступает по подающему конвейеру в кабины линии сортировки. Первый этап – это отделение металла. Стоит магнитосепаратор, который отделяет черный металл. Далее высеивается мелкая фракция, и мусор для сортировки подается в сортировочные кабины, где находятся в основном женщины-сортировщики. Каждая отбирает свою фракцию по видам. То есть макулатура, пленка, стеклянная бутылка, подбутылка по цвету, ну и пищевой алюминий. И далее все оставшиеся мусор поступает в отходы и вывозится на полигон для захоронения. Ежедневно свалки растут на 1 метр и 20 сантиметров в высоту. Если мы хотим, чтобы в нашей стране множились эвересты из отходов, а мест для них уже сейчас нет, заниматься раздельным сбором мусора придется. Коммунальщики считают, что основная проблема – в людях, которые по привычке выбрасывают весь мусор в один контейнер. Разделение мусора на виды, то бишь пищевые отходы отдельно, а вторичное сырье по контейнерам, которые стоят на площадках, конечно, это хорошо. И потом все это сырье и легче его рассортировать, чтобы впоследствии пустить во вторичной переработке. Ну, я считаю, что за этим, конечно, будущее. На сортировочные линии этого минского предприятия каждый день сгружается более 65 тонн мусора. Ситуация понемногу меняется, ответственных граждан становится больше, поэтому сказать, что программа разделенного сбора мусора не работает – нельзя. Но что же можно выбрасывать в контейнеры, например, для пластика? Любую PET-тару от напитков, косметики и бытовой химии, а еще бутылки, флаконы из полиэтилена и полипропилена, а также полиэтиленовые пакеты и пленку. Обратите внимание, грязные пакеты с остатками пищи в такие баки выбрасывать не нужно. В контейнеры для картонной бумаги, помимо старых тетрадок и книг, можно выбрасывать любые чистые картонные упаковки. Сказать, что разделение мусора – это тяжело – нельзя. Стоит потратить пару лишних минут, чтобы мир обрел надежду на чистое будущее. Марина Бранчук, Николай Певец. «Наше утро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова